Ахабу ахмали илллахи хивзу лисанин Самое наилучшее и наилюбимое дело перед Аллахом это оберегать свой язык. Язык это тот орган, который может завести нас и в рай, и в то же время и валь. Язык это тот орган, который дан нам Всевышним Аллахом для того, чтобы говорить благое, для того, чтобы призывать к религии, для того, чтобы читать Кур'ан, читать Зикар и говорить приятные слова. И самое худшее, что может говорить наш язык, это, конечно же, хайбат и нахад. Это сплетня и это клевета. Это самое плохое, что может вырваться из нашего рта через наш язык. И однажды пророк Мухаммад, алейхи саляту ассалям, сказал, что сплетня даже хуже, чем прелюбодеяние. И когда у него спросили, сахаб Аляр, о, Расулли Аллах, как понять сплетня, мы же считаем его так, мелким грехом, незначительным, ну сказал про кого-то, сказал, и прелюбодеяние, как оно может быть хуже. На что Расулли Аллах, алейхи саляту ассалям, ответил, что тот, который совершает прелюбодеяние, он может в любой момент отказаться, совершить тауба и повернуться к Аллаху и попросить прощения. И Аллах примет его это прощение, иншалям. Но тот, кто совершает хайба, сплетню, наговоры, клевету, он не будет прощен Аллахом, пока не простит тот человек, про которого эти слова говорятся. А все, где непременно этот человек придет и предстанет перед нами, и будет требовать у нас расчета за то, что мы совершали на него такие слова говорили. И однажды пророк Аллах, алейхи саляту ассалям, сидел со сподвижниками, в кругу сподвижников, и пошел очень мерзкий, такой мрадный запах, неприятный запах мертвичины. И сахабы спросили, о, Расулли Аллах, а что это за запах такой? Он ответил, воистину, это запах сплетни. Когда наговаривается на вашего брата что-то за глаза, то, что ему бы не понравилось, то, что естественно, единственной правдой является, но за глаза говорится, вот это и есть запах вот этой сплетни. И Аллах Всевышний в Коране уподавляет вот эту сплетню поеданию мертвичины мертвого мяса умершего своего брата. То есть такой большой грех Аллах Всевышний сравнивает с сплетню, с поеданием мертвичин. И один ученый, Али Радиллахангур, сказал, у четырех людей намаз не будет принят и останется без вознаграждения. Это категория людей. Женщина, которая беспричинны, не повинуется мужу, непослушному мужу. Второе, это сбежавший от хозяина раб. Ну, в наше время это недействие. Третье, это тот имам, тот хазрят, из-за испорченности которого народ, джамагад, не согласен с его должностью. И четвертое, это сплетник. И вот среди этих четырех категорий самым плохим, самым неприятным является именно сплетник. Об этом пророк Аллах, Алейхи Саляту Асалям, сказал, знаете ли, кто среди нас самый плохой? Они сказали нет. На что пророк Аллах, Алейхи Саляту Асалям, сказал, самый плохой среди нас, это сплетник. И он добавил, если кто-то будет сплетничать среди людей, то Аллах, Субхану Ата'аля, непременно будет мучить его огнем до судного дня, а в судный день его мучения будут еще больше. И три вида деяний, которые стирают савап, вознаграждение за уразум, за тахарат и за другие благодеяния. Это сплетня, стирай, это клевета. И третья женщина, которая красится для привлечения внимания других мужчин, а также, что касается нас, тем, кто смотрит на эту женщину. Однажды Умарк Ахбар сказал одному человеку по имени Ахбар, эй, Ахбар, вот ты читал много книг, скажи мне, какой грех? Самый большой. И ученый Ахбар ответил, большего греха, чем поношение кого-либо, нету. Ибо этот грех ведет даже к убийству. Получается, что поношение, хула, сплетни ведет к греху больше, чем к убийству приравнивцы. Почему? Однажды один человек на рынке продавал раба, и он предупредил. Этот человек, этот раб, он всем хорош, но у него недостаток, у него кривой язык, он может наговаривать, может говорить хулу. И один говорит, я куплю его, мне от этого его недостатка нету вреда. Купил этого раба, а этот раб, он хитрый, он пришел к жене хозяина, говорит, вот твой муж тебя больше не любит, он хочет уйти к другой женщине. Если ты будешь в беспечности, он уйдет, и тебя оставит. Что делает, он спрашивает она. Он говорит, у него на шее, говорит, а жерель есть, ты, говорит, должна его срезать, мальчик, когда он спит. Хорошо. Приводит к мужу, хозяину, говорит, твоя жена хочет тебя убить. Сегодня ночью, она собралась тебя убить. Придет с ножом. Будешь спать? Она забил бед. Имеет ли я предупредить. И ложатся спать, муж спит, женщина приходит, хочет срезать где-то жерелье, как сказал ей, научил ей вот этот раб. А муж, готовым с ножом, ждет, что она придет его убить. Просыпается, открывает глаза, она с ножом, он ее убивает. После этого родственники жены собираются, и его тоже убивают наказанием. Вот сплетня, вот этот наговор, приводит к такому греху, как убийство двоих людей. Поэтому вот этот наговор и клевета даже хуже, чем убийство. Рорг Мухаммад, алейхи саряту, ассалям, сказал, от моей уммы отделятся десять групп людей. Первое, это группы высокомерные, которые ставят себя выше других. Они в судный день будут плавать в озере из кислоты и огня. мы знаем, что пророк Аллаха сказал, у кого есть высокомерие крупинку, он в раннем. Действительно громаднейший грех. Действительно грех, который больше, чем другие грехи. Ибо мы знаем, что пророк Аллаха сказал, человек за свои страсти, за свои желания, за свои низменные какие-то грехи, может быть прощен Аллахом. Но человек, который проявлял высокомерие, не будет прощен Аллахом. И привел доказательство. Адам, алейки салям, по своей ошибке, по своему желанию познать что-то, вкусил плод, но Аллах Всевышний принял его покаяние и простил его. Но шайтан, аляхамит Аллах алейки, пусть проявил высокомерие, основа его греха была высокомерие, не поклонился Аллаху, из-за чего? Не потому, что он был неверующим, он знает, что Аллах есть. Знает. У нас многие живут и говорят, а есть ли Аллах, а есть ли Бог? Мы не знаем, мы не видим. Он знает, Аллах есть, он поклонялся он был ученым, но высокомерие, несмотря на то, что он был верующим джинном, не ангелом, джинном, поклонялся Аллаху, был ученым, высокомерие не дало ему поклониться в знак приветствия сотворенному Аллаху человеку Адаму, стало причиной того, что он навечно решился милости Аллаха и попадет в рай, в ад навечно. Именно высокомерие в своей основе не прощается, а грехи, связанные со страстью, могут быть прощены следующим. Вторая категория людей, которая будет отделена от умы правого коллеги саляту саляту это те, кто следовал за нафсом, это жадные, неуплачивающие закят и гушу садака. Всюдный день от них будет исходить зловоние. Почему неуплачивают гушу садака? Почему неуплачивают закят? Почему так мы приклеены к этим богатствам и думаем, что это нас спасет? И думаем, что это наше навечно? Нет. И богатство принадлежит Аллаху. А мы пользуемся. И дает нам его Аллах. Дает нам разум заработан. Дает нам руки, ноги, глаза, язык. Все на то, чтобы мы жили счастливы. И получили это богатство. И получаем, аль-хамду-ли-ля. И получаем избытки многие получают. Но по своей жадности, по своим каким-то другим причинам думают, что это только их. Не хотят делиться, прячут его. Прячут от кого? Сами хотели. Но в судный день они окажутся без этого богатства, но от них будут исходить злого. Третье это, которые угнетают невиновного мусульманина, создавая этим раздор. Это тираны, это угнетатели. Они будут подвешены за ноги. Четвертая категория людей, группа, которая будет отделена от общины пророк, али-хамду-салям, обижающих соседей. Ни в коем случае соседям верующим, неверующим, мусульмане, христиане, атеисты. Любят тебя или проклинают тебя. Помогают или делают гадости. Табу. на плохое отношение к ним табу. Запрещено. Соседи это даны нам Аллахами. Куршехаке тамряхаке. Права соседа на нас, как права Бога. Пятая группа людей, это ученые, которые призывали к хорошему, но сами это не выполняли. Судный день у них изо рта будет идти вновь. Шестая группа людей, отделена от мусульман, это те, которые гордились своими хорошими деяниями, сами себя впалили, их деяния сойдут на нет, и в судный день они будут глухонемыми, объяснил и дают проценты. Многие спрашивают, молодцы, ну я понимаю те банки, которые берут проценты, но я же даю, я-то наоборот теряю. Одинаково, грех одинаковый, поощряемый. Что сказал пророк? Объявили войну, Аллах они, ростовщики. Судный день, у них голова, у этих ростовщиков будет ниже ног. Девятая категора людей, это тот, кто ест харам, он в судный день будет в образе свиньи. И последнее, сплетник, будет в судный день в образе обезьяны. Вот, каждый из нас, конечно, должен быть далек от таких деяний, а кто их видит в себе, не в ком-то в чужом искать, в себе, конечно же, обязательно совершить толба и отказаться от этих деяний. Как передал Хасан, после того, как Аллах Субхану Та'аля создал рай, он повелел ему, говори, и сказал рай, будет счастливым тот, кто войдет в меня, и будет несчастным тот, кто не войдет в меня. и сказал и клеветник. И вот, эти восемь групп людей смогут войти в рай, иншаллах, если покаются, попросят прощения и никогда в этом мире не вернутся больше к этому греху. И вот, последний аят Кур'ана, то, что касается сплетни, Аллах, Субхану Таула объясняет нам, что те люди, мусульмане, которые совершают сплетню, войба, они не видят в этом ничего страшного. Понимаете, вот, если посмотреть, мы общаемся и мы говорим о ком-то, о чем-то, говорим, да, вот он такой-то, вот этот такой-то, этот высокий, а этот, который низкий, а этот, который черноглазый, который там сплетенен. И Аллах, Субхану Таула говорит, они не видят в этом ничего плохого, у них уже это в образ жизни вошло. Мы не обращаем внимания, мы даже не задумываемся о том, что мы сплетни совершили. И мы думаем, что это даже не грех, не то, что там большой грех, вообще уже забыли, что это грех. У нас это норма, про кого-то плохо говорить. Но Аллах, Субхану Таула говорит, воистину, перед Аллахом этот грех азым. величайший. Понимаете? То, что мы уже даже не понимаем, что это грех, перед Аллахом это грех величайший. Дай нам, Аллах, отказаться от этой болезни, лечиться на протяжении всей жизни, исцелять в первую очередь свои сердца, свои мысли, свои языки, держать и контролировать свой язык так, как не контролировать никого и ничего, как не контролировать свой бизнес, как не контролировать свою жену, как не контролировать своих детей, язык. Первое, что мы должны держать под контролем. и собравшись, как сегодня, радостными, счастливыми в судный день оказаться среди тех, кто преуспеет и тех, кто будет достоин зайти в вечный сады благословенного рая. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok